10 урок украинского кстати половину а1 уже осилили то есть фонетический курс я хотел по мазуре к отдельные уроки потом решил просто донуту мазуре перемешивается лесной так как она дополняет в принципе там что-то иногда картинки дает смешанно даю следовательно а один будет 20 урок то есть вот 10 уроков фонетический курс 1 и потом 10 уроков основного курса как у лесной то есть один то в общем легкий учитывая что я почетным даю то есть и чё там через 20 дней один уже в середине октября один уже кончится элементарный украинский да потом пойдет а2 где уже более-менее какие-то истории будут связаны и так далее грамматика пойдет так значит повтор это значит перевести текст вот простой текст который на уровне таком на половинке один уже должен хорошо все пониматься все это уже проходили тут согласование прилагательных но тоже она была там средний рот мужской род женский так далее тут нужно обратить на это внимание одушевленные неодушевленные да то есть мы к неодушевленным ставим вопросу что c к одушевленных то c ну и также проходили притяжательные местоимения общем это вот такой вот синтез всего что ранее проходили контрольный текст нужно прочесть понять и вот грамматические явления которые обратили которые мы проходили уже грамматические явления обратить на них внимание последняя фонетическая тема эфония то есть в украинском есть правила благозвучности которые вот в русском из-за того что это книжный язык часто нарушаются но в русском тоже периодически есть допустим упрощение групп согласных совсем уже непроизносимых но слабой степени украинский все-таки основан на устном языке славянском и там больше правил связанных с тем чтобы удобнее это все произносить устно то есть запись украинской орфографии как уже не растут упоминал она в основном просто фонетической просто записывается как произносится поэтому в принципе ориентирована на произношении как в санскрите то есть не навязывает украинской орфографии она следует за устным языком а русская наоборот это русский исходный язык письменный книжный церковнославянский там и так далее и он уже навязывать к некое произношение ну в общем чередование сюда в общем относятся и чередование га-ка-ха переходит в жар чаша это в общем есть и в русском это допустим много нишка да то есть при изменении мы перед переходит у нас га-жа или рука ручка но также и в русском поэтому тут я думаю не сложно да единственное что вот чередование часто в звательном падеже козак коза отча такого русском нет но в украинском есть также древнерусское чередование когда к к х переходит за тебя и сад мягкие за тя ся ну вот например нога на нозе вот так вот древнерусском повсеместно было вообще-то рука урути муха на муси да вот это надо запоминать поэтому вот то что походят падежи на наши это ладно часто нужно запоминать слово изменение то есть допустим в каких падежах происходит чередование которого у нас нет вот этого то есть на нозе у нас нет у нас на ноги вот такое надо запомнить но и также вы как раз благозвучие благозвучие прежде всего выражается в чередованиях в ау а также и и и но тут формы близкие к санскриту на самом деле значит между согласными и после согласного употребляется у например наш учитель наш учитель значит у да или вин у нас и так далее между гласными и после гласного в допустим в она в она у нас в она у нас в этом звучит естественно о да как украдка так как он на концах так звучит она у нас него а то есть он где в танки зируется короче в она у нас не говорится в она у нас не говорится потому что сочетание гласных неблагозвучно украинский избегает как и санскрит сочетание как гласных так и согласно в больших каких-то группах да поэтому вот поэтому аналогично наша читал только до наша аутши только так тоже дифтонгизируется да и пишет соответственно в пишем да потому что мы дифтонгизированные украинском пишем в начале текста употребляется классных таких случаях но допустим матри матри была дочка вот а если бы там стояла гласная то было бы матри все это относится также приставкам поэтому в украинском есть приставки у уве и так далее дозвил уве ты дозвольте виты да то есть вот тут в или у чередуется в зависимости от того предыдущие слова кончаются на согласную или на гласную потому что слитно произносится также вот предлоги зи да вот знаю что с что в украине не с и аз так он с перед гласной допустим вот был за андреем был за андреем перед гласной а если он перед согласными то он будет зи визе мною или визу мною даже вот или можно там из тоже появляется еще в из центру частицы бы и же тоже примерно также чередуются допустим был бы было бы потому что после гласной возвратной частицы ся тоже подчиняется таком тоже чередуются в зависимости от последующего то есть допустим если дальше после ся идет гласная то она сокращается до си дэвит из уве кно дэвит изю уве кно слитно произносится во первых а во вторых вообще-то девы тыся да а тут вот перед у она выпала и будет дивы дэвит из дэвит изю век но аналогично для ряда наречий предлогов частиц это характерно то есть більше більш по переду по перед лишей лишь ну и вот за эти вещи надо следить то что она для носителя естественно потому что без таких чередований произносится как бы так сложно дали бы сочетание гласных либо согласно возникает а в русском нет потому что он ориентируется на книжное произношение в этом вот за этим надо следить но опять же нужно сказать что русские устные языки которые третируются как диалекты как правило тоже имеют близкие к украинским такие всякие правила и даже еще больше то есть русских диалектах сплошь и рядом вообще любые сочетания согласных там на концах слов в началах слов вообще все упрощаются в украинском такого нет а русских директор еще более жестче эти все правила применяют ну и в том числе вот описаны украинские правила тоже иметь ну надо сказать что это сандье перед нами да то есть сходное явление есть древних индоевропейских языках типа санскрита древнегреческого поэтому это архаическая форма и прямо в общем очень древние индоевропейской вот такие вот правила дальше порядковые числительные но пожалуй тут смысла пояснять нет единственное что нужно обратить внимание на произношение отличается другий так другой другой вот второй будет другой ну и первый перший остальное в общем не отличается да вот можно проследить но есть фонетические особенности я имею ввиду не отличается по корням то корни те же да но фонетические особенности есть и за ними нужно следить но так в общем они понятны до с точки зрения носителя русского соответственно упражнения на порядковые числительные для закрепления вставить порядковые числительные за 1 месяца повторить были уже прочитать выражение с порядками читными и заодно кстати вот нужно обратить внимание на чередование которые только что изучали они тут присутствуют да допустим вон и учатся так обобщение форм вежливости на самом деле были уже некоторые еще новые ну и в общем еще раз лучше повторить часть походит на русские но часть существенно отличается до выбор что извините очень частое слово спасибо и по моему русифицированы все-таки дякую сейчас говорят лесная она в общем она же для московского мгл она все-таки часто русифицированной формы потребляет так ну вот так то в целом только еще все в основном украинское то так слова еще нужно обратить внимание справа вот справа это по украински и справа и дело справа хорошо добрая то есть само слово хорошо нет добрано и теперь гораздо гораздо значит что все устраивает добрая в принципе знать что все нормально до добра так словарь опять же похожие на русские я пропускаю вич лы вести вежливости вич лы вести разрешите но в принципе дозвольте в русском тоже есть да но вот в украинском именно нормально говорите дозвольте дозвольте разрешите да соответственно дозвил это разрешение вот поперед впереди но в общем-то походит на русской ну и в общем пожалуй и все там если вопросы можно задать но формы вежливость такая вещь и что тут посетит надо выучить да это такая вещь которая в любом языке она идиоматическая она часто и никак не мотивируется вот ну и в общем вот с 10 уроком все